всем привет если вы уже видели ролик про рестайлинговую шестерку то наверняка поймете о чем дальше пойдет речь ну а для тех кто только что присоединился рассказываем что мы одними из первых тестируем женевские премьеры mazda это европейские рестайлинговые версии седана и универсала шестой серии а также обновленный кроссовер cx-5 и именно о нем сейчас и пойдет речь после рестайлинга кроссовер приобрел внешность схожую со своими легковыми собратьями тройкой и шестеркой у машины обновилась оптика бампера и решетка радиатора кроме того новинка отличается новыми 19 дюймовыми дисками а также расширенной цветовой гаммой в остальном что касается дизайна изменений больше нет салоне изменений немного но тем не менее они есть первое это заменен экран мультимедийной системы теперь он точно такой же как на шестерке и на тройке а значит диагональю 7 дюймов цветной сенсорный и достаточно красивый на вид второе доработанные некоторые детали декора какие-то мелкие штрихи вот например это накладка которая стилизована под металл дефлекторы несколько иное обрамление получили ну и так далее по мелочи опять же практически полностью новый блок климат-контроля и полностью новая центральная часть на этом самом центральном туннеле новый подлокотник более удобный для водителя два подстаканника раньше был один и новый блок управления мультимедийной системой обратите внимание что кочерги ручника уже нет его привод также электронный вот с помощью этой кнопки он приводится в движение ну и немножко по-другому оформили вот эту вот часть она стала красивее больше пространства здесь теперь между сидениями и обратите внимание белая кожа теперь кроме черной кожаной обивки можно заказать и белую и завершим обзор интерьера фокусировкой на мелочах например обрамление нового дисплея кажется кожаным но на самом деле это не так это такая вот мягкая пластмасса и на вид она очень похожа на кожу но при внимательном детальном рассмотрении видно что строчка она как бы не стать не настоящая она пластиковая и еще один нюанс это то что в правом колодце живет у нас борт компьютер но остаток топлива теперь указывается не в виде банальной полоски а в виде аналоговой стрелки но опять таки все это выполнено в электронном виде ну и в целом салон стал выглядеть свежее но в нашем случае это во многом благодаря светлой кожаной обивки обзор технической части традиционно начинаем с моторов сразу скажу что их линейка абсолютно не поменялась а это значит что под капотом по-прежнему установлены либо бензиновые 2.0 или 2.5 или же дизельный объемом 2 и 2 литра и именно дизельный агрегат установлены под капотом нашего тестового автомобиля его силовая отдача 175 лошадиных сил и 420 ньютон метров крутящего момента динамические качества машины никак не изменились поэтому если вы вдруг не смотрели наш осенний обзор mazda cx-5 то можете это сделать вот вам ссылочка с автоматической коробкой передач все несколько интересней она получила спорт режим но только лишь для бензиновых моторов случае с дизелем его почему-то нет и это меня несколько расстроило потому что ранее я отмечал что именно спорт режим как раз и не помешал бы этой коробке ну или хотя бы подрулевые лепестки а ни того ни другого на дизеле по-прежнему нет изменениям подверглась и подвеска были заменены амортизаторы это было сделано для лучшей устойчивости автомобиля и инженеры утверждают что даже при интенсивном разгоне и интенсивном же торможении автомобиль будет меньше раскачиваться и клевать носом и были несколько доработанные передние рычаги их втулки но это уже особенности такие технические глубокие не будем на них останавливаться и детализировать скажем ли что вот это пожалуй два элемента две вещи которые были доработаны что касается ощущения вот этих доработок то лично для меня они остались невидимыми и незаметными то есть какой-либо разницы с дорестайлинговой версией именно в плане подвески я не почувствовал что касается нового набора систем безопасности то их перечень фактически такой же как и у седана 6 серии и в принципе это логично имеет такие технологии в своем активе странно было бы их не использовать итак это система слежения за разметкой и предупреждение о съезде с полосы это светодиодный головной свет причем адаптивно который умеет изменять и свою дальность в зависимости от того заслепите ли вы встречный автомобиль или же поворачиваете или вам нужно больше подсветить обочины все это система делает автоматически и это также система предупреждения столкновений в городе которая работает на скорости до 30 километров в час и кроме всего перечисленного инженеры также побеспокоились и о акустическом комфорте они улучшили шума и виброизоляция автомобиля достигнуто это было за счет применения новых уплотнителей новой обешумки дверей крыша и даже подкапотного пространства и в этом случае улучшения были замечены нами фактически сразу в салоне действительно стало тише и соответственно комфортно ну что ж давайте подводить итог и так после рестайлинга cx 5 немножко обновилась наружи немножко внутри и добавились новые системы безопасности и помощи водителю по большому счету все эти изменения ну по моему мнению не так уж и были нужны машине но другое дело что кроссовер просто не мог оставаться в стороне и не меняться по сравнению с остальным модельным рядом по сравнению со своими легковыми собратьями но кроме этого все проделанные доработки позволяют говорить о рестайлинговой cx 5 как об автомобиле более технологичном и более безопасном а это в свою очередь должно позитивно повлиять в борьбе с конкурентами ведь она эта самая борьба достаточно плотная в данном сегменте что ж время покажет на этом у нас все не забывайте подписываться на наш канал читайте наши тесты в рубрике тест-драйвы на сайте infocar.ua и оставайтесь позитивно настроенными всем удачи